Путин выделил более 1 миллиарда долларов Сирии на гуманитарные цели. Евгений, на ваш взгляд, чем обусловлено это решение? Насколько оно своевременно, учитывая нынешнюю ситуацию в России? Это решение обусловлено тем, что для нынешнего руководства России, и в первую очередь для президента, определяющим являются их геополитические амбиции. И не более того, наши житейские нужды для них никакого значения не имеют. Соответственно, мы понимаем, что, например, в Архангельской области, в Якутии, в Дагестане, порядка трети школ все еще не имеют нормальных туалетов. Там туалеты прямого падения, да, и мы при этом, то есть, выделяем, вот, да что там в Архангельской области? Вот 3,5 тысячи жителей Косиновых Томского района Москвы, одного района Москвы, 3,5 тысячи, не имеют канализации и водоснабжения. Это мой район, вот мы сейчас в нем находимся, только здесь, как бы, скажем так, каменная застройка, да, многоэтажная, есть там малоэтажная застройка. Соответственно, там люди, москвичи проживают без канализации. Понятно, что в регионах ситуация хуже намного. То есть, и при этом помогать Сирии, я думаю, ему без разницы в какое время, у него вот ход мыслей такой. Внешне политическая направленность. Да он живет, он оторван от нас. Ему все равно, что с нами происходит. Он живет в мире, там, Трампа, Байдена, там, Зеленского, кого-то там, Макрона, вот, Сирии, там, Ливии. Вот это его мир. На нас ему чихать абсолютно. И российский бюджет, он воспринимает это как свой личный бюджет. Или свой бюджет, который он будет тратить на удовлетворение своих геополитических амбиций, а не для того, чтобы россияне жили хорошо. Ему нет этого дела. Разве вы не докладываете ситуацию о том, что происходит в регионе? Там сейчас ближний круг таков, что он, если и имеет правдивую цифру, он боится об этом докладывать уже. Потому что они понимают, что стареющий вождь не желает этого слышать. Он желает слышать другое. Он о каких-то победах, о том, что вот Россия великая, он великий вождь. Все его боятся. Вот это он желает слышать. Если ты будешь говорить немножко не то, но есть риск выпасть из ближнего круга. Путин отправил в отставку трех министров транспорта, природы и Минстроя. Будет ли толк от этих перестановок? Нет, конечно, не будет. Нам-то какая разница? Иванов или Петров или Сидоров? Никакой разницы нет. Система власти никак не меняется от перестановки министров. Тут другой момент, с моей точки зрения, примечателен. А именно такой, что вот это правительство было назначено в январе. В этом году. И в этом же году уже меняют не самых малозначительных министров. Это еще не министерская чехарда. Но вот что-то, что-то, какой-то предвестник ее уже ощущается в воздухе. Это нехороший предвестник. Чем это может закончиться? Пролечем власти. То, что будут меняться министры, которые не будут понимать, что вообще происходит, что надо делать, некомпетентные. И даже если компетентный какой-то из них случайно окажется компетентным, он не сможет просто ничего сделать, потому что его как временщика все будут воспринимать. И вот они просто не будут вникать даже. Он за год, как он, Кобылкин, кто такой Кобылкин? Это бывший губернатор ЕНАО. Вот он стал вдруг министром, как там правильно у них называется, экологии. Он за эти месяцы, он даже не смог понять, что там происходит. Ну, о чем речь? По ситуации с заболеваемостью ковидом. Очевидно, что ситуации все хуже и хуже, несмотря на громкие заявления властей о победе над вирусом в августе. Несмотря на две вакцины, несмотря на бодрые отчеты чиновников, что все под контролем. Вообще, что происходит? Что реально может сделать власть в нынешних условиях для сохранения жизни людей? Ну, происходит расплата за оптимизацию медицины. Основной. Потому что за первые 15 лет правления Путина количество больниц в России сократилось ровно в два раза. С 10 тысяч до 5 тысяч. Соответственно, мы сейчас пожинаем плоды. Система здравоохранения не справляется. Это было в Москве. Мы помним, что еще в декабре 2019 года Собянин на отчете в Мосгордуме гордился проведенной оптимизацией, что коек стало меньше, что москвичи теперь не валяются. Он валяться. Это слово он употребил на койках. Вот. Соответственно, мы сейчас за это рассмотрим. Что делать? Это, безусловно, поднимать зарплату врачам. Чтобы туда люди шли сейчас. И чтобы хоть как-то компенсировать им те риски, которым они сейчас подвергаются. Строить больницы, поликлиники, восстанавливать предыдущие. Не сокращать действующие. Они сокращаются прямо сейчас во время пандемии. В Москве в том числе. Это проспект Вернадского, дом 101, поликлиника закрыта. Южном Тушино сейчас будет снесена поликлиника, улица Досфлота, дом 4. Это все продолжается. Поэтому вот этот процесс нужно остановить, развернуть его. И это спасет многие-многие жизни. Ну и также я говорил вчера, например, на градостроительной комиссии. О том, что необходимо пересматривать градостроительную политику. Какой смысл в масках, в дистанционном образовании, каких-то там закрытий клубов, если у вас в метро каждый день давка. Я даже в своих соцсетях специально опубликовал, как дети мучаются на дистанционке и давку родителей этих детей в метро. Зачем эта дистанционка, если родители друг другу все, что можно было, передали в метро, пришли домой и так же вот с детьми общаются. Какой смысл-то? Если вы боретесь, ну боритесь тогда нормально. Если вы имитируете, ну тогда не удивляйтесь, что вам, соответственно, мешают. То есть, что вам, ну, жители вас не слушают. И не воспринимают вас всерьез. Ну что тебе, реальная имитация. Господин Лавров заявил, что Навального могли отравить в Германии или на самолете при отправке в клинику Шарите и пригрозил ответными санкциями. А госпожа Захарова обвинила Германию в демагогии. Евгений, чем можно объяснить подобные заявления и выпады? Ну, потому что власть чем-то оправдывается, но четкой выстроенной системы, как это оправдать, нет. То есть, не было продуманной ситуации, когда Навальный выживет. И понятно, что они сейчас теряются, они, видимо, на случай смерти уже были заготовлены варианты действия, а на случай выживания нет. И поэтому то одна, то он там перепил, говорят, то сам себе новичка сварил, то сейчас в самолете отравился, то там в Германии виноваты. То есть, вот этот винегрет версий от власти, она противопоставляется другой, целостной версии о том, что именно эта власть отравила Навального. То есть, понятно, что это санкция высшего руководства России. Никто другой там не мог принять подобных решений. Потому что на сегодня Навальный – это политик номер два в России после Путина. Это основной враг. И, естественно, на него боятся. И сейчас всеми силами будут упираться, чтобы не признавать факт отравления. Белорусским вопросом, Евгений, из последних событий трагических, в Минске умер избитый до состояния комы активист Роман Бондаренко. Евгений, как вы думаете, этот террор и бандитизм, если так это можно назвать, когда-нибудь закончится в Беларуси? Конечно, закончится. Но вопрос времени, я думаю, ближайших месяцев, в любом случае, белорусы победят. Это исторически уже неизбежно. Я думаю, даже сам Лукашенко уже это понимает. Вопрос просто, как он уйдет с гарантиями, без гарантии, с кровью, без крови. Ну, то есть, уже не с кровью, без крови, а с каким количеством крови он уйдет. Вот так, наверное, уже вопрос стоит. Очевидно, в отставку не уйдет. То есть, он хочет как-то так красиво уйти. Видимо, вот он, что он сам. В идеале, наверное, передать кому-то из своих родственников власть. Ну, я уверен, что белорусское общество этого не допустит и все равно победит. Потому что сейчас он сидит только на штыках. На штыках долго нельзя сидеть. Мы помним эту известную фразу, да. На них можно побеждать, убивать. Сидеть на них долго нельзя. В Хабаровске объявлен тендер на охрану временно исполняющего обязанности губернатора Диктерева. 33 миллиона в год. Евгений, по вашему мнению, что это? Это страх народной любви? Страх и пустая трата бюджетных денег, то есть, растрата бюджетных средств. За это вообще надо к уголовной ответственности привлекать за такие вещи. Поэтому, ну, что тут сказать. Антинародное решение антинародного руководителя региона. Вот, в общем-то, если мы здесь говорим о том, что не то что без охраны, даже без личного автомобиля должен любой чиновник и любой депутат передвигаться. Единственное исключение, я допускаю, для тех, у кого ядерная кнопка. Да, эти люди как бы должны под охраной находиться. Все остальные должны по улице ходить. Чтобы мог тебе подойти человек и высказать какое-то замечание к тебе. И в этом, вот сейчас я здесь нахожусь, здесь акция по раздельному сбору отходов идет. Сейчас мы можем развернуться, да. Люди спокойно могут подходить, что-то говорить и иногда благодарят. Иногда говорят, а ты вот здесь не доработал. Вот у меня такая-то проблема. Все записываешь, стараешься доработать. Это нормально. Почему так любят охрану наши чиновники? И критические замечания от жителей, от избирателей, их не надо стыдиться. Это неотъемлемая часть работы. Надо просто их отрабатывать, эти замечания. Почему так любят охрану наши чиновники? Потому что боятся, потому что народ злой, потому что народ ненавидит власть. Дегтярио особенно ненавидит в Хабаровском крае. Поэтому боится. Евгений, Любовь Соболь объявила о том, что она планирует баллотироваться в депутаты в 2021 году в Государственную Думу. Как вы думаете, сможет ли Любовь Эдуардовна пройти в Государственную Думу? Я думаю, что если ее бы теоретически допустили, у нее были бы очень высокие шансы. Очень. Но с высокой долей вероятности, мы понимаем, близкой к 100% ее не допустят. И мы увидим, скорее всего, повторение варианта выборов в Мосгордуму 2019 протестов. И, соответственно, только в ужесточенном виде, поскольку народ стал жить хуже. И оснований для проявления недовольства появилось намного больше в 2019 году. Как вы считаете, хоть кому-то из адекватно мыслящих кандидатов в депутаты удастся пройти в Госдуму в 2021 году? Или власть наглухо закроет? Я думаю, что вряд ли кого-то допустят. Даже допустят вряд ли. А если каким-то случайным способом и допустят, то пройти не дадут. Трехдневное голосование сделает это дело. Но тем не менее идти надо для того, чтобы голосовать. И помогать этим кандидатам собирать подписи. Просто чтобы фальсификации стали очевидными всем. Даже тем, кто не интересуется политикой. Чтобы все поняли, что вот мы 90% сходили и проголосовали против Единой России, а нам показали 90% за. Как это произошло в Беларуси. Где всем стала очевидность надуманности официальных результатов. Нет ли у вас ощущения того, что протестная активность в России сошла на нет? На данный момент действительно она на очень низком уровне находится. Виной тому в первую очередь пандемия. Кто-то действительно боится вируса. И какие-то основания для этого есть, конечно. Кто-то, скажем так, больше под влиянием какого-то психоза общего, на этих масок там постоянных, да, находится. Кто-то боится полиции, тем, что запрещено все. То есть, да. Но жизнь, она неумолима. Она становится все тяжелее и тяжелее. И вот эта ситуация, она будет осложняться. И мы видим, что власть вводит дистанционное образование. И в том числе для того, чтобы учреждения социальные перевести в коммерческие. И это как раз может стать, кстати, очень такой серьезной объединяющей темой. Потому что это коснется каждого. Во всех городах, во всех семьях. Коснется всех. И людям просто не оставят выбора. Люди выйдут на улицу. Просто это не сейчас прям произойдет. Это дальше, то есть, оно еще должно немножко накипеть. Но сами по себе протестные настроения, они не ушли. Они просто не ушли. Негативное отношение к вас только усилилось. Только усилилось. Это видно. Я даже иду с кем-то, с людьми разговариваю, с разными. Кто-то симпатизирует коммунистам, кто-то либералам, кто-то там националистам. Я не вижу никого, кто симпатизирует Единой России и Путину. Никого. Евгений, что побудило господина Рогозина писать стихи? Какая муза его посетила? Вот это мне сложно говорить. Это надо к нему, наверное, в черепную коробку заглянуть. Понятно, что человек, он по своей основной профессии, насколько я помню, журналист. Вот журналист у нас занимается освоением космоса. Как занимается? Да мы сами знаем как. У нас, мы помним время, каждая вторая ракета падала. Уже страховые компании отказывались страховать, потому что падает все. Мы давно упустили не то что американцев, европейцев уже, они вперед нас уже. Уже Корея скоро нас впередит, там, да, Япония по уровню развития своих космических программ. Что ему делать-то? Он ничего не понимает в космосе. Ну вот, пытается вспомнить свою основную профессию. Редактор субтитров А.Семкин